Расстрелял всю семью из-за долгов, в том числе беременную жену и двоих детей. Массовое убийство на юге краев. Экономические качели, доллар ставит новые рекорды, экономисты рисуют нерадостные прогнозы. Он поставил точку в этой истории, дав интервью воскресным новостям. Константин Сенченко об угрозах и советах после сообщения про Рамзана Катырова. Это воскресные новости. Здравствуйте. В ближайшие 30 минут в прямом эфире. Свободно, без цензуры о том, что на самом деле произошло за эти 7 дней. Меня зовут Илья Зайцев и мы начинаем. Массовое убийство в Красноярском крае. Накануне в городе Артемовске Курагинского района расстреляли семью из четырех человек. Об этом новостям ТВК сообщили сами жители Артемовска и подтвердили в следственном комитете по краю. Погиб глава семейства, его беременная супруга. Она должна была родить в феврале и их двое несовершеннолетних детей. Их застрелили. По словам соседей погибших, в убийстве подозревают главу семейства. У него была своя пилорама и, как нам рассказали местные жители, в последнее время дела шли совсем плохо. Однако некоторые жители сомневаются, что мужчина мог убить свою семью и предполагают, что их могли расстрелять за долги отца. Убитых нашла мать главы семейства, внук был еще жив, но спасти его не успели. Дело-то еще в том, что этот курагинский врач в больнице закрыл у нас скорую. Мы живем вообще тут не знаю как. Мальчик еще утром живой был. Машины не было, машина сломалась. Пока медсестра дошла до них, он кровью истек и помер, вот и все. Подробности этой истории уже завтра в новостях ТВК в 20.00. Не пропустить. Ну а пока к экономическим темам. Пока доллар держится на отметке 80 рублей, но эксперты снова говорят о предстоящем росте. По прогнозам одного из американских банковских холдингов, к концу года доллар вырастет до 87. Однако власти продолжают уверять, это не обвал. Что происходит с экономикой? Как эти процессы отразятся на с вами? И что делать? На эти вопросы сегодня искала ответ и моя коллега Дарья Тарасенко. Даш, на этой неделе в четверг рубль опустился до рекордного минимума. И некоторые финансисты использовали страшные слова. Обвал, например. Какие прогнозы дают эксперты сейчас? Илья, да. В четверг впервые с 1998 года курс доллара достиг отметки 85 рублей 99 копеек. Такими были показатели торгов на московской бирже. Европейская валюта там же торговалась на отметке 93 рубля 70 копеек. Эксперты по-прежнему связывают это с падением цен на нефть. Однако на следующий день рубль существенно укрепился. Это последовало за скачком мировых цен на нефть. Между тем эксперты говорят, что дальнейшего укрепления рубля ждать не приходится. По крайней мере в 2016 году. Если верить прогнозам, в первом квартале этого года доллар будет стоить 82 рубля. В третьем квартале 83 рубля. И к концу четвертого повысится до 80 рублей. Даша, стандартный вопрос на этой неделе. Чем грозит рост иностранной валюты и как отразится это на обычных красноярцах и россиянах? Вообще уже отражается. Самое главное, то что мы заметим и уже замечаем, это падение реальных доходов. И эксперты говорят дальше хуже. Сокращение работников, сокращение заработной платы. Уже достаточно много случаев невыплаты или частично невыплаты заработной платы работников. Значит, это связано как с отсутствием ресурсов у предприятий, так и с тем, что начались прокрутки средств. Как это было в 90-е. Так как валюта быстро растет, то выгодно придержать зарплатный фонд, купить на них доллары. Ну и сами понимаете, это все мы уже проходили один раз. Значит, сейчас пока долги официальные по зарплате в районе 4 миллиардов по стране. Я думаю, что они на самом деле больше. Судя по вопросам, в том числе, которые мы проводили в эфире новостей ТВК, многие граждане говорят, мол, меня эта ситуация точно не касается, у меня нет долларов. Да и власти говорят, что якобы ситуация рядовая. Да, вот такая рядовая ситуация. При этом власти тут же в Центральном банке России создывают экстренное совещание. По мнению экспертов, такой вот позитивный настрой людей и властей, это просто защитная реакция. Давайте послушаем, что по этому поводу накануне в эфире специального выпуска новостей ТВК, посвященному экономической ситуации, сказала кандидат экономических наук Евгения Бухарова. Во-первых, это оптимистичная точка зрения, она уже навредила. Но это оптимистичная точка зрения не отдельных людей, вообще говоря, нашего правительства, которая, значит, пребывала в некоторой эйфории. Вместо того, чтобы заниматься, на самом деле, после кризиса восьмого года структурными изменениями, значит, обсуждала проблемы, как это делать, и в итоге до сих пор, в общем-то, каких-то конструктивных решений предложить не могут. И вот эта благостность, что у нас время есть, мы тут выработаем прекрасные варианты, потом оптом и быстро все сделаем, к сожалению, он не сработал. То есть, как ни крути, рост доллара касается всех, даже тех, у кого долларов нет. Увы, Илья, это так, и вот этот скачок мы с вами, обычные красноярцы, заметим, как говорят бизнесмены, уже с понедельника. О повышении цен на 10-30% заявили продавцы трикотажа, чулочной продукции, нижнего белья, строительных материалов и материалов для ремонта. В течение недели могут измениться и ценники на технику компании Lenovo, Sony, Apple и Samsung заявили о росте рублевых цен в среднем на 25%. Что касается цен на продукты, то ритейлеры пообещали, будут реагировать на курс плавно. Повышение ждет отдельные группы товаров. Реакция на этот скачок будет заметна в течение следующих пары месяцев, поэтому, видимо, придется затянуть пояса потуже. Илья. Ну да, и наконец понять, что и доллар, и нефть касается вас. Даже если вы не добываете нефть, долларов у вас тоже нет. Спасибо большое. Это была Дарья Тарасенко. Говорили об экономической ситуации. На следующей неделе продолжим эту тему. Но прямо сейчас хоть какая-то положительная экономическая новость. Бесплатную приватизацию вновь продлили на этот раз, по словам чиновников, в последний раз. Получить квартиру в собственность можно до 1 марта 2017 года. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По данным министерства, на сегодняшний день 20% подлежащих приватизации квартир еще не оформлено. И спрос на услугу еще есть. Напомню, бесплатную приватизацию объявили в 92-м. Процесс должен был завершиться к началу 2007-го. Однако из-за большого количества желающих, которые постоянно откладывали приватизацию, программу продлевали и вновь продлевают. Не стремится к минимуму, а бензин не дешевеет. Почему в кризис госкомпания покупает новый офис? Интервью с главой КНБ. Кадыров и Сенченко. Финал истории. Миллионы митингов в Грозном. И эксклюзивное интервью красноярского депутата. Мы продолжаем. И продолжаем экономическую тему. Мировой рынок один, а цены на бензин разные. В Америке, в штате Мишиган, например, литр самой ходовой марки бензина на этой неделе продавали за 10-12 центов. То есть по нынешнему курсу 8-10 рублей. Мы встретились с руководителем Красноярской государственной компании, которая владеет самым большим числом заправок в Крае. И спросили, а почему у нас цены на бензин не спешат в разы опускаться? Но та же КНП, например, терпит с каждым месяцем все большие потери. И почему в непростое экономическое время новое руководство тратит бюджет на новый офис? Слушаем. Начнем, наверное, с главного вопроса, который нам задают зрители. Почему? Почему весь мир наблюдает, как дешевеет топливо? Мы наблюдаем стабильно высокие цены. Хотя цены на нефть, кажется, уже неприлично низкие. Ну, почему вы наблюдаете? Буквально с понедельника мы очередной раз понизили цены. Но различной продажи на заправках нет. Мы тоже идем в тренде в этом. Ну, понижение, наверное, мы не видим такого, как в США. Сейчас отчитывается, там по 8-10 рублей продают бензин за литр. А у нас все-таки понижение не существенное. Если тренд будет продолжаться, падение, то, естественно, мы будем снижаться. Но это должно быть, иначе у нас реализация остановится вообще. Да, рядом будет стоять заправка по 33,60 или там 40, а мы будем продавать по 3,4,50 и сидеть таки ждать, когда у нас там какой-то сумасшедший заедет, заправится. Если мы даже говорим о том, что само топливо становится дешевле на оптимом рынке, остальное дорожает, неужели это не ведет к тому, что все-таки прибыль будет не такая с учетом... Нет, конечно же, прибыль уменьшается, естественно. Но ее же можно увеличить за счет товарооборота. Быстрее, быстрее, быстрее оборачиваемость, оборачиваемость. Если мы продавали 5, то мы сегодня продаем 7, завтра будем в 9 продавать. Ну а кому продавать, если у нас снижается платежеспособность населения? А мы надеемся, ну люди все равно ездить будут. Но не в том количестве, не так часто. Ну согласен с вами, да. Дедушка Мороз помогает. Много, прогрева, много. Трат много. Но тем не менее на рынке есть такие истории, которые не внушают оптимизм. Та же ситуация с Магнатом, который уже на грани банкротства, это все видят. А почему? Потому что сейчас явно такого, что да, что Магнат свалился, я надеюсь, нету, во-первых. А во-вторых, я надеюсь, что не будет. Потому что для меня Магнат это, как сказать, это порядочный конкурент. Трудности возникают сейчас, потому что мы сами прекрасно понимаем, что народ стал меньше заправляться, народ стал меньше ездить. Ну, в определенной степени. Поэтому, естественно, реализация подупала. Его можно, например, приобрести компанией КНП. Возможно это? А вопрос другой. Нужно ли это? Для самого КНП. Ну, скажите, у меня вот 145 заправок. 145 автозаправочных станций по территории края. Ни у кого нет такого количества. Сделать неуправляемого монстра, который будет сам потом по себе как-то жить и... Да и неужели у вас нет таких амбиций? Или вы уже знаете об амбициях Роснефти? Ну, мы поспорим с Роснефти, если надо. Если за выгодные вещи, мы всегда будем спорить. Магнатор, да это не та вещь. Ну, почему? У них есть очень хорошие заправки. Я не хочу говорить, хоронить его раньше времени. Я, честно говоря, хочу, я считаю, что Дьяков справится. Есть какой-то у вас антикризисный план? Как вы сейчас выстраиваете работу? Знаю, что есть план до 2018 года. Он антикризисный или он просто план? Нет, он корректируется постоянно, исходя из обстановки. Исходя из обстановки. Мы уже сейчас начинаем думать, что будет летом. Это не значит, что это будет все хорошо, именно так будет, как мы забыли. Но мы внутренне себя готовим к тому, что легко не будет. А как же тогда новый офис, центр города, как это вписывается в следующий момент? Ну, во-первых, это не центр города. Ну, как же не центр города? Нет, дорожный вокзал-то центр города. Ну, почему нет? Нет, это, во-первых, не центр города. Во-вторых, ну, дорож до конца, да, вот, когда главный инженер там, а я здесь. Это ненормально. Шесть месяцев прошло, я устал от того, что я получаю не во время отчета, я устал от того, что у меня постоянно совещание приходится, от совещания до совещания делать большие промежутки, очень много времени проходит зря, скажем так. Вот, поэтому не нужно, чтобы у меня были все под рукой. Поверьте мне, финансовые затраты совсем маленькие. Это наше помещение, это наше помещение, о котором мы сейчас с вами разговариваем. Я тоже буду сдавать в аренду. Это как подготовка к скачку, что ли, к курсу, да, вот, к тому, к развитию, которое должно быть. Но даже начинать развитие с того, что устроит труда для людей. К новопринятым специалистам тоже возникают вопросы. Например, к финансовому директору, который бывший главный редактор нового вестника. И что? Ну, сейчас он финансовый директор. Да. Позиции не аналогичны, согласитесь? Ну, она до этого была в многих местах, она работала не во многих, а в серьёзных. Она на горно-химическом комбинате работала, финансовым директором. Информация с официального сайта КНП. Нынешний финансовый директор действительно работала на ГХК в конце 80-х, начале 90-х. В общей сложности 6 лет и ни дня не трудилась в должности финансового директора. Сразу после записи этого интервью информация о местах работы финансового директора с сайта КНП исчезла. То есть судите по делам, а не по предыдущим местам? Абсолютно. Ну, а по делам первого заместителя тогда поговорим. Бывший руководитель Винкея нефтепродуктов, если я не ошибаюсь. При управлении этого человека эта компания стала одним из таких самых главных, наверное, должников КНП перед КНП. Как же здесь? Ну, вы не правы. Не по долгу? Он, как руководитель, он наоборот уменьшит долги намного. Вот на сегодняшний день за эта компания нам должна сейчас порядка 40 миллионов. Всего лишь. Нынешний первый заместитель генерального директора КНП работал в руководстве компании Эвен Киен нефтепродукт с 2005 по 2015 год. В середине нулевых финансовых проблем у госкомпании не было. К концу 2013-го долг перед КНП превысил 800 миллионов рублей. Информация о предыдущем месте работы первого заместителя с сайта КНП также исчезла. Я был в Винке, я видел его нефтебазы, его нефтебазы, видел его заправки, я видел, что там порядок, по моему пониманию. То есть там могут быть долги, но это можно назвать порядком? Это не долги. Долги они везде есть. У меня тоже есть долги. Я тот кот, который живет, гуляет сам по себе. У меня нет друзей и товарищей с точки зрения на работе. У меня есть сотрудники. Я отношусь ко всем ровно. Продолжая, Михаил Шубский станет президентом музейного центра. На этой неделе, судя по всему, разрешился конфликт между министром культуры края Еленой Мироненко и бывшим руководителем КИЦа Михаилом Шубским. Фото, говорящие о примирении, на своей страничке в Facebook выложила сама Мироненко и подписала. Михаил Павлович не уходит из сферы культуры, будет помогать нам, но уже в ином качестве. А эмоции бывают у всех. Главное, вера в людей и в себя. Всем добра. Конец цитаты. Михаил Шубский подтвердил, что переговоры с министром были. Ему предложили стать президентом музейного центра. До этого такой должности не существовало, но в мире подобная практика есть. Какие функции будут у президента музейного центра, пока не ясно. А вот функции Шубского пока будет выполнять 27-летняя Мария Букова. Она проработала в КИЦе 5 лет. На этой неделе прошел митинг в Грозном в поддержку Рамзана Кадырова. При том, что всего в Чечне официально проживает примерно 1 миллион 300 тысяч человек. На главную площадь, по данным правительства республики, вышли около миллиона. Ранее в интернете появились копии документов. Явка на митинг обязательно для всех сотрудников госструктур Чечни. В поддержку Кадырова выступили и некоторые представители партии «Единая Россия». Режиссер Федор Бондарчук, депутат Ирина Яровая, певец Николай Басков и другие. Все происходящее следствие критики деятельности Рамзана Кадырова. Напомню, лавину, недовольство и ответную реакцию Грозного спровоцировал красноярский депутат Константин Сенченко. Он назвал главу Чечни, цитата, «позором России» после высказывания Кадырова о представителях вне системной оппозиции как врагах народа. Ответ последовал незамедлительно и касался не только красноярского депутата. Спикер чеченского парламента, член партии «Единая Россия», опубликовал фото, где изображен Кадыров, еле сдерживающий овчарку, с недосмысленным комментарием в адрес оппозиционеров. У собаки, мол, чешутся клыки. Затем от имени главы Чеченской республики была опубликована статья, опять же, о внесистемной оппозиции. Кадыров предложил оппозиционерам место в чеченской психиатрической лечебнице. Красноярец Константин Сенченко, который запустил этот снежный ком, на днях вернулся из Москвы и дал эксклюзивное интервью воскресным новостям. Как угрожали красноярскому депутату и насколько изменилась его жизнь после конфликта с Кадыровым, интервью записала Василиса Лукашевич. Есть ощущение, что конфликт все-таки до конца не исчерпан, судя по тому, что происходит в интернете. Вот вы как считаете, может быть ли это только начало? Я надеюсь, что все-таки мы поставили точку, вопрос исчерпан раз навсегда. Расскажите историю появления этого видео с извинениями. Кто-то заставил. История появления видео очень простая. Вечером мне позвонил один очень уважаемый в городе человек, пригласил на ужин. И во время этого ужина подъехали представители чеченской диаспоры. Мы долго разговаривали. Мы выясняли нашу ситуацию. Они говорили о том, как много сделано хорошего в Чеченской республике. Мы звонили несколько раз в Грозный, разговаривали с людьми, которые находились на той стороне телефонного провода. И в конце концов, все-таки было принято решение, что надо извиниться. И я с этим согласился, потому что это нормально, с точки зрения нашего воспитания в городе Красноярске, что сели, собрались, поговорили. Да, были какие-то разногласия. Да, кто-то был слишком эмоциональный, кто-то перегнул палку. Но когда позицию свою высказали, мужики поругались, сели, нормально договорились, пожали руку и разошлись. Поэтому это был такой посыл общий. Другое дело, что, честно говоря, я был уверен, что разговор состоялся в узком кругу и останется между нами. Но вот он вышел на публичное пространство. То есть вам не говорили, что мы снимаем это и отправим Рамзану Ахматовичу? Такого не было? Нет. Мне сказали о том, что мы это покажем Рамзану Ахматовичу, но о том, что это будет где-то выставлено, показано, я этого не ожидал. Я был абсолютно уверен, что мы на следующий день каким-то образом цивилизованно проведем какое-то мероприятие, выскажем нашу спокойную позицию, и эту историю как-то красиво завершили. Но пресс-конференции не было. А какой смысл было потом о чем-то говорить, когда уже вечером во всех СМИ показали мое извинение? Вас приглашали в Грозный. Вы поедете туда все-таки когда-нибудь в ближайшее время? В ближайшее время не планирую, потому что я более внимательно посмотрел ситуацию, связанную с бюджетами. Я вижу, что сегодня и вышел вчера материал на МК, из которого видно, что по всей стране у нас бюджетные сигнования федеральной транши сокращаются, а Чеченская республика не увеличивается. То есть это говорит о том, что все-таки чеченцы умеют работать, с федеральным центром умеют получать деньги из Москвы. И я считаю, что сегодня не так важно поехать посмотреть, как они живут, а намного более важно все-таки наладить работу так, чтобы и мы здесь в крае, нашим Красноярском, начали получать больше федеральных денег. Вот на это нужно сегодня фокус направить. Многие говорят такую фразу, мол, сломали. Вот вы себя чувствуете, что где-то что-то надлом произошло, что вылезли? Я по отношению к себе абсолютно честен. Я могу сказать совершенно откровенно, что я себя не чувствую сломленным. Меня никто не сломал. Другое дело, что, может быть, я поступил не очень профессионально. Рядом не было какого-то грамотного, дорогого политтехнолога, который подсказал бы, как в этой ситуации правильно быть. Я поступал, вот с точки зрения предпринимателя, со своей ментальностью, что да, есть разногласия, потом сели, посидели, выпили чай, поговорили, договорились, снялись вопросы и разошлись. Я не предполагал, что я как бы втянут в такую глобальную игру, где-то мне звонят какие-то люди с фальшивыми голосами. И понятно, что вот это огромное давление и отсутствие вот такого опыта федеральной политики, федеральной повестки, конечно, привело к тому, что я выглядел маленько таким, знаете, провинциальным, как это правильное слово даже подобрать. Чудаком? Чудаком, ну, наверное, так, да. А было ли страшно в какой-то момент? Все-таки страшно за семью, за карьеру, за бизнес? Ну, понимаете, я уже потом говорил как-то, все, кто строил бизнес в 90-е годы, да, они уже это все прошли много-много раз. Да, и все эти намеки о том, что там, ты же бываешь в Москве, гуляешь по Красной площади, знаешь, там разное случается. Ну, на самом деле, конечно, настораживает, да, но уже не может быть вот тем победителем, да, чтобы вот все, там, упасть в ноги, заплакать, сказать, что-то виноват, больше не буду. Дочь испугалась, это правда, она была в этот момент в Таиланде, она мне писала смс-ки с вопросами, стоит ли ей возвращаться, вот, может быть, мне остаться, может быть, мне куда-то уехать, но все-таки я уговорил, она вернулась, сказал, что все будет нормально, не переживай. Ну, вы стали колумнистом издания СНОП после этого, что дальше? Выборы в Госдуму, может быть, захотите там засветиться? Ну, как бы, никто не приглашал пока, да, избираться в Госдуму, вот, на уровне, как бы, края вопросов тоже очень много, потому что все-таки я вышел за некую привычную повестку дня, поэтому что будет дальше, не знаю. Вы вернулись сегодня из Москвы, эта поездка была связана с вашим политическим будущим? Ну, она была связана с несколькими вопросами, у меня там были вопросы, как бы, связанные, совершенно не связанные с политикой, было несколько встреч, в том числе политических, то есть совершенно разные, причем силы, сегодня ко мне обращаются с предложениями вместе поработать. Ну, я могу только предполагать, как бы, да, куда мы двигаемся, я, как бы, абсолютно уверен, что сегодня будет актуальна левая повестка, я в этом вот нисколько не сомневаюсь, я считаю, что совершенно не случайно, в том числе Владимир Владимирович Путин вчера вспомнил, про товарища Ленина, я считаю, что товарищ Ленин, как бы, снова возвращается в большую политику, не конкретно именно Компартия, но вот это левое направление сегодня будет очень актуально, потому что падение уровня жизни неизбежно вот постребует этот посыл справедливости. Всерайонные управляющие компании жилфонда на грани банкротства. Почему руководство СГК видит в этом новые возможности? И женский взгляд Юлии Сорокиной. Мы продолжаем. Все дочерние управляющие компании в составе жилфонда фактически банкроты будут ликвидированы до конца года. Об этом на неделе заявили в Сибирске генерирующие компании. Останется только основное предприятие ГОК Жилфонд. Жильцы могут чисто формально перезаключить договоры с этой организацией, либо самостоятельно искать новую обслуживающую компанию для своего дома. Подробности рассказал в интервью «Воскресным новостям» генеральный директор СГК Михаил Кузнецов. Какая разница, монополизм такой или через прокладку? Ну зачем вот эти прокладки? Зачем это двухступенчатое? Я думаю, что это исторически сложилось. Но раз это сложилось, то все равно надо отказываться. Чего ради? Ну чего ради делать вид, что это разные предприятия, когда это одно на самом деле? У жилфонда нет какого-то секретного счета. Или у управляемой им компании нет какого-то секретного счета, на который находятся какие-то деньги каких-то домов. У него все деньги как масло в каше. У него с одной стороны дебиторы, с другой стороны кредиторы. Теоретически эти две величины вроде как схлопываются, но практически все понимают, что дебиторов столько не будет. Многие из них, то, что называется уже мертвые, их не взыскать. И тут начинается творческий процесс. Сколько сможем, столько и взыщем. Эту работу точно поводят проводить очень качественно, потому что половина из них все равно наши деньги. Сколько взыщем, столько и взыщем. Сколько взыскали? Между всеми, кто заявит претензии, между всеми мы разделим, вернее не мы, уже суд. Суд разделит по справедливости. К счастью, что не мы. Чтобы нам тоже не было лишних упреков. Мы добросовестный кредитор Красноярской теплотранспортной компании. Точно совершенно потеряет. Абсолютно. Если Красноярская теплотранспортная компания вернет себе половину денег, это будет очень неплохо. Мы потеряем. И мы точно понимаем, что мы потеряем непонятно сколько. Вот это надо пройти этот сложный период. И понять, что то, что копилось 7 лет, понимаете, ведь эти проблемы накапливались 7 лет. И 7 лет говорили, ну как-нибудь давайте потери потяну. Рано или поздно нарыв-то все равно взрывается. То есть его врезали, поняли, в чем проблема, пошли дальше жить. И не допускать таких вещей дальше будем стараться. Но прямо сейчас итоги недели от Юлии Сорокиной в ее рубрике «Женский взгляд». Добрый вечер. На мой взгляд, главное, я бы даже сказала, сенсационная новость этой недели прошла никем не замеченной. А между тем представители компетентных органов заявили, что культура красноярцев выросла. Горожане стали понимать, что крещение – это божественный праздник. То есть, по сути, в общественном сознании горожан произошел перелом. Культура людей, она возрастает, и они понимают, что это все-таки божественный праздник. И в связи с чем, то есть как вот эти вот у нас, скажем так, проявления в виде злоупотребления алкоголем, они сходят на нет. Значит, правильным путем идем, товарищи, как в том знаменитом лозунге советских времен. Красноярцы, превратим Сибирь в край высокой культуры! Именно этим, как я понимаю, сейчас и занимается новая министр культуры края Елена Мироненко. На мой взгляд, самое заметное решение этой недели – это как раз решение министра Мироненко об увольнении Михаила Шубского, профессионала, создавшего с нуля Красноярский музейный центр и до сих пор бывшего его руководителем. Единственная озвученная претензия министра к Шубскому – это его преклонный возраст. Шубскому уже, господи, прости, 65 лет. Вот какая же все-таки смелая у нас министр. Что Шубский? Губернатору Толоконскому 62. Да что там Толоконский? Самому президенту Путину через два года тоже 65. Да, молодой у нас только Рамзан Кадыров. Но ему явно не до Красноярского музейного центра, тем более сейчас. Ведь очевидно, что у Рамзана Ахматовича теперь совсем ни минутки нет свободной. Приходится вести непримиримую борьбу с оппозиционерами всех сортов, которых сам Рамзан Ахматович образно назвал шакальей стаей, вонючей псиной и кучкой гнусных либералов. А теперь вот еще приходится от всего этого, как опять же образно выразился сам Рамзан Ахматович, полуумного сброда принимать извинения. После извинений опрометчивого красноярского депутата Сенченко, многие стали извиняться перед Рамзаном Ахматовичем на всякий случай авансом. Так, например, сделал тележурналист Павел Лобков. Ваше высокопревосходительство, глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, когда я безответственно критиковал вас за вашу принципиальную позицию, в том, что все эти отщепенцы и ублюдки, выродки, которые называют себя несистемной оппозицией, они враги народа и предатели, я не знаю, Рамзан Ахматович, что за шайтан меня сподобил. Спасибо вам, что вы есть, и простите меня, что я есть. Не знаю, как у журналиста Лобкова, но у депутата Сенченко Рамзан Ахматович извинения принял. Меж тем, скоро в Чечню можно будет ездить туристами на экскурсии. Глава Ростуризма Олег Сафонов, тот самый, который назвал необходимость пляжного отдыха навязанным стереотипом и продал свои виллы на Сейшелах, теперь неожиданно предложил развивать пляжный отдых в соседнем с Чечнёй Дагестане. Инфраструктура там, правда, немножко подкачала, а так, по мнению Сафонова, всё есть. Погода хорошая, море Каспийское, фрукты. В Чечную экскурсию, опять же, съездить можно. И потом предложение такое времени. Согласно последним опросам, 70% россиян готовы отказаться от заграничных путешествий по соображениям безопасности. Вот даже певец Григорий Лепс отказался ехать в Лондон. Правда, не из соображений безопасности, а из-за колбасы. Лепс и Тимоти снялись в рекламе колбасы. Времена нынче сложные, всем нужно подработать. Так вот, по сюжету ролика, музыканты улетают в Лондон с сумками, полными колбас. Но сотрудники аэропорта запрещают им вывозить эти продукты. Ну и нафига нам этот Лондон? Значит, нужно остаться. А я уеду в преморье! Колбаса там из мяса! А вот и правильно. Не поедем мы в эти заграницы. Что мы там не видели? Дома и колбаса хорошая, да и просто веселее. На этом пока все. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Вот такой мы увидели эти 7 дней. Какими будут следующими, расскажем в следующее воскресенье в 20.00. Воскресных новостей. Хорошей недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова